Утро четверга началось сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 112-м километре Киевской трассы в 8 часов утра. Владелец Volkswagen двигался в направлении Москвы. На полном ходу у автомобиля лопнуло колесо и водитель потерял управление. Машина столкнулась с пластиковым ограждением и врезалась в отбойник. Медицинская помощь автовладельцу не потребовалась. Ранним утром в Малойрославецком районе у села Оболенская на отрезке дороги, в народе названном Гибельницей, перевернулся автомобиль «Тагаз Тайгер». Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ДПС. Сообщения о состоянии здоровья водителя нет. В половине девятого утра на 109-м километре Киевского шоссе произошло еще одно ДТП. Поток автомобилей остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. Владелец грузового фургона «Пежо» не успел среагировать на данную ситуацию и въехал в бампер впереди стоящей легковушки «Ауди». К счастью, пострадала только техника. Обнинск, 11 часов дня. Жительнице одного из многоквартирных домов по улице Мира потребовалась помощь сотрудников ППС. Как сообщила женщина, ее посетил бывший муж, с которым она давно не проживает вместе. Когда гость собрался уходить, он решил прихватить лежавший на видном месте мобильный телефон хозяйки, не смущаясь ее присутствием. Попытки хозяйки разрешить ситуацию мирным путем и убедить своего знакомого не брать чужую собственность не увенчались успехом. Когда на место происшествия приехали сотрудники ППС и поднялись по лестнице к пострадавшей, они обнаружили мобильный телефон, лежащий на дверной ручке в целости и сохранности. В половине первого здесь же, в Обнинске, на пересечении улиц Победы и Курчатова столкнулись два автомобиля марки ВАЗ. Водитель «Жигулей» 13-й модели двигался по главной дороге, а владелец девятки решил продолжить движение по улице Победы, которая является второстепенной. Столкновения избежать не удалось, повреждения получили только автомобили. Через полчаса у авторынка «Севенавто» столкнулись еще две машины. Владельца «Фольксвагена» совершала поворот на главной дороге и не заметила автомобиль «Ниссан», который поворачивал на рынок. «Фольксваген» получил вмятины на правом крыле и лишился фары. В два часа дня в Обнинскую дежурную часть была доставлена 24-летняя жрица любви, задержанная на Киевской трассе. Жительница города Малорославца давно знакома сотрудникам Обнинского ОВД, которые неоднократно составляли протокол об административном правонарушении в отношении этой дамы, чего она не избежала и в этот раз. «За что задержана?» «Присядь, говорю». «Статья 6.11». «6.11», то есть по статье уже даже знаешь. Согласна, злоупотребляла, да?» «Жучу, да». «Где взяли? На Киевке?» «104 километра». В это же время сюда же от гостиницы «Юбилейная» доставили нетрезвого нарушителя порядка. По словам потерпевшего, задержанный субъект угрожал поджечь его частную собственность – автомобиль. Когда сотрудники ППС прибыли на место происшествия, молодой человек проявлял излишнюю агрессивность и пытался набрасываться с кулаками на служителей закона. В пять часов вечера произошло очередное ДТП на 93-м километре Киевского шоссе. Владелец автомобиля «Вольво» следовал за фурой по правой полосе и решил совершить обгон большегруза. По стечению обстоятельств на левой стороне дороги в этот момент остановился «КамАЗ», который собирался совершать поворот налево. Зажатый среди двух крупногабаритных авто «Вольво» врезался в «КамАЗ». Этот удар вытолкнул легковушку в правый ряд, где в этот момент двигался «Мерседес» и произошло еще одно столкновение. Пассажиры, сидевшего рядом с водителем «Вольво», увезли в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом бедренной кости и тупой травмой живота. Женщина, находившаяся сзади, также получила серьезные травмы головы. Врачи скорой помощи доставили ее в местную больницу. Владельцы других автомобилей участников ДТП не пострадали. Завершающее событие четверга – авария, которая произошла в Обнинске на улице Энгельса около шести часов вечера. Сотрудники ГИБДД передвигались на служебном автомобиле и остановились перед «Зеброй», чтобы пропустить пешеходов. В этот момент автомобиль получил удар сзади. Хозяйка машины марки «Кия» сообщила, что отвлеклась от дороги и не заметила остановившийся впереди транспорт.